Привет! Это бит из звуков подписчиков, то есть из того, что вы мне прислали. Я пока не знаю, что внутри, потому что я пару дней назад сделал пост в своем паблике ВКонтакте, в котором предложил вам прислать мне звуки на почту, и вот набралось целых 14 писем. Большое спасибо, давайте их откроем. Реакция! Все любят реакции. Шо за дичь вы мне прислали. Давайте послушаем. А потом из этого, естественно, напишем что-нибудь. Начнем. Вот, Арсений нам прислал. Ну, короче, хороший, красивый хор. Только неизвестно, куда его засунуть. Делаю дапстеп. Всем кискам пис, всем пискам кис. Хорошо, ладно. Ник S3NCHOH0. Короче, он будет ник. Клик и хор. Давайте скачаем и послушаем. Прикольно. Действительно классно. Звучит как луп с какого-нибудь лупермана, но надеюсь, что это твой сэмпл. Давайте посмотрим следующее письмо. Тут без подписи, просто send from my iPhone. Сразу человек сходу начинает выпендриваться и присылает не просто звук, а присылает видео, в котором что-то есть. Посмотрим. Это топ. Ладно, поработаем с этим, хорошо. Мне нравится, большое спасибо тебе. Палка. Вау. Понятно. Ладно, палка. Палка 2. Это, кстати, тоже было письмо без подписи от Валерия. Это же палка для этих самых, палка от роллов получается. Так, звук Minecraft MP3. Давайте послушаем. Как известно, плохое Minecraft мне назовут. Я боюсь представить, может это саундтрек к Майнкрафту. Ну ладно, если не будет ничего другого и интересного, дернем оттуда сэмпл. Но хор пока что лидирует. А это уже не менее интересно. Тут куча звуков. Fuck you! Спасибо. Звуков у нас довольно много. Я думал, я честно признаться, я был абсолютно уверен, что вы мне пришлете кучу всякой дичи. А пока, на удивление, адекватные звуки. Давайте лучше посмотрим на вот это. Я опять нажимаю не туда, потому что нужно скачивать файлы отдельно. Прикольно. Александр утверждает, что его ник премион. И, видимо, это два его собственных лупа. Ну, один луп, а другой не очень луп. Очень интересные звуки. Спасибо, я обязательно их, скорее всего, использую. Вот это дичь, наверное, будет. Наконец-то дичь. Жорка, а ты что, курить что ли? Ну, хоть немного дичи. Уже хорошо. Тамара Бабенко. Сообщение от Никиты Лирюка. Так, примерное содержание этих сообщений мне ясно. Вот, знаете, ну, в Лупермане удобно. Там сразу подписана тональность лупа. Или звука. Никита не подписал. Ну, ладно, все равно спасибо. Так, это слишком жестко. Но, скорее всего, тоже попытаемся, по крайней мере, использовать. О, ничего себе. Макс прислал целых четыре письма в конечном итоге. Фига себе. Короче, большое всем спасибо вам за это. Потому что моя библиотека звуков сегодня пополнится, я чувствую. Так, мы прослушали все звуки. Сейчас мы все это зальем в FL-ку. Давайте, сейчас будет склейка. Но перед тем, как мы продолжим, я хочу вам кое-что показать. Замечательные люди, неравнодушные к музыке, обратитесь ко мне, чтобы я рассказал вам про их приложение. И спойлер, приложение это топовое. Это приложение DrumPad Machine. Вот так оно выглядит. Вы видите его у себя на экране. И вы скажете, что это стандартная, обычная тыкалка, которая ничем отличается от других таких же, наполненная тривиальными звуками и вообще без функционала. Но я вынужден с вами не согласиться. Во-первых, тут есть целая гора саундбанков. Я выбрал Golden Hip Hop. Но вы можете выбрать Dubstep, вы можете выбрать Trap, другой Hip Hop. Короче говоря, тут огромное многообразие звуков. И они все содержат в себе ваншоты и некоторые мелодические сэмплы. Также, конечно, круто, что тут есть Step Sequencer. Это не FL-овский Step Sequencer. Тем не менее, если под рукой у вас ничего нет, то в этом приложении вы сможете набросать какие-то свои идеи. И тут это сделать легко, быстро и удобно. Наверху вы видите темп, который можно менять. То, что бегущая строка, это отдельная секвенция для каждого сэмпла. Сейчас я продемонстрирую вам, как это работает. Вот мы выбрали кик. Вот так. Выбираем Snare. Выбираем Head. Также паттерн можно не только натыкать, но и записать с помощью вот этой кнопочки записи. Теперь перейдем к главному, почему мне понравилось это приложение. Все-таки мой канал называется Школа битмейкинга. А это значит, что я уверен, что у меня хотя бы чуть-чуть на образовательный контент. И в этом приложении есть образовательный режим. Скорее всего, вы видели кучу видосов на YouTube с Arab Music, где он просто высекал искры из своего Akai MPC и наигрывал какие-то безумные биты просто онлайном. И вот у меня есть LPD, в котором тоже вроде как можно так делать. Но в этом приложении достаточно нажать одну клавишу. Как работает образовательный режим в этом приложении? Нужно нажать вот сюда вот и попасть в образовательный режим. Я выбрал его саундбанком Christmas 3, потому что он тематический и прикольный. Так что давайте посмотрим третий урок. Вот вы видите, он пройден на 99%. С виду все просто. Примерно как в синтезии. Мы можем отдельно послушать и играть. У нас помечены точками пэда, на которые нужно нажимать. Давайте я вам все покажу. Нажимаем играть и... Казалось бы, все просто. Но попробуйте сделать это с первого раза. Скачайте это приложение и попробуйте. Оно реально прикольно. Посмотрим следующий. Сейчас я смогу. Нет. Я уверен, что вы будете лучше меня и у вас получится. Скачайте, попробуйте. Если вы считаете, что это совсем изи, что я ничего не умею, попробуйте сами. Оно того стоит, по крайней мере, чтобы попробовать вот этот режим. Вот, 66%. Это, видимо, лучшее, на что я пока что способен, но я буду тренироваться. И, естественно, можете делиться своими результатами, как в обучении, так и в том, что вы записали с помощью этого приложения, в своих соцсетях с хэштегом DrumPadMachine. Вот этот образовательный режим, это нечто крутое. Действительно, чтобы не только развивать какие-то свои навыки битмекерские, но и, в принципе, моторику пальцев. Если хотите меня поддержать, то переходите по ссылке в описании. Приложение на 100% бесплатное. Установите его на свое мобильное устройство. Пробуйте, тренируйтесь. Это прикольно, это классно, это круто. Давайте развиваться вместе. А мы продолжаем. И вот мы уже в FL-ке, вот я уже в наушниках. Как вы поняли, это будет довольно юмористическое видео. То есть не стоит от него ожидать чего-то серьезного, просто мы сделаем слегка упоротый бит из того, что вы мне прислали. Давайте приступим. Хочу начать вот с этого звука. Что-то он мне так приколол. Возьмем темп побыстрее. Вот так. Счастливый темп возьмем. Блин, не знаю, что-то у меня так приколол этот звук. Возьмем еще вот этот звук. Make Unique Reverse. Будем использовать два звука. Вот этот и вот этот. Оба их надо чуть-чуть подвинуть. Вот так. Вот. Вот. Даже если это использовать не будем, то вот этот звук мы используем точно. Естественно, эти звуки я приложу к посту с этим видосом. В своем поблосе ВКонтакте. В котором я и разместил клич на то, чтобы собрать эти самые сэмплы. Ссылка, естественно, будет где? В описании к видео. Реверс. Обожаю реверснутые звуки. Просто они классно звучат всегда. Давайте попробуем из этого взять тик. Партию кика для начала надо. Отлично. А это будет у нас кусочек снэра. Попустим на октаву вниз. Вот. Да. Этот звук хочу использовать. Отлично. Ну, примерно. Давайте этот паттерн сохраним. Это у нас будет рисунок нашей мелодии. Потом для баса в дальнейшем. Дальше у нас фа диез. Отлично. Если мы хотим, чтобы она была ми, значит, нам надо ее опустить. Если это фа диез, то это раз, два. То есть минус 100, минус 200 центов. Надо ее и поработать ее продолжительностью. Попробуем сделать ее чуть подлиннее. Вот, да. Так хорошо. У нас есть кик. Это супер кик. Нам нужно его чем-то нагрузить, чтобы он таким был красивым, мощным, жирным киком. Теперь идем в эквалайзер. И еще нам нужен гейт. Все идеально. Всем киком кик. Теперь займемся следующей частью партии ударных. А именно битбоксом. Так, этот битбокс мы сейчас нарежем на разные интересные кусочки. Чтобы потом все это совместить в один единый, жирный, красивый. Я почти уверен, что после этого мне позвонит вайп и скажет. По фейстайму, естественно, позвонит мне на андроид. И скажет, что типа, бро, я хочу купить у тебя этот бит. Или сделать с тобой коллап на него. Сто пудов. Инфо сотка просто. О, прям, слушай, топ. Так, отсюда нам нужны будут вот эти хеты. Где-то тут снейр. Короче, я действую по плану. Хочу попробовать использовать хотя бы по одному разу то, что мне прислал каждый человек. Чтобы никого не обидеть. Отлично, мне нравится. И сейчас поработаем с хэтами. Блин, мне нравится. Я не знаю, как вам. Ну, короче, напишите в комментах. Если вы хотите взаимодействовать со мной какими-то такими забавными способами, возможно, я что-то подобное буду на стримах устраивать. Если вам интересно, то пишите в комментариях. И самое главное, ставьте лайки. И репостите эти видео в своих соцсетях. Потому что иначе я не смогу ничего сделать. Мне нравится, когда много хэдов. Все, у нас есть все партии. Нам нужен бас, 808 бас. Давайте не будем, как бы, я не буду сильно париться. Просто возьму его из какого-нибудь дрампанка. Панка, блин. Дрампака. Да, вот так норм. Нужно сделать ролл. А то я голоден. О! Смешно. Ох, боже мой. Остановите меня опять же кто-нибудь. Неплохо. Отлично. Вот этот 808 мне нравится. Ну, это, он, конечно, немного такой, слишком пердящий. Но, это, скорее, плюс. Мы сейчас все по стерео расширяем. Потому что у нас тут очень много моно-сэм. Вот. Понимаете, грув собирается. Вот незадача-то, а. Придется снейры тоже сделать уникальными. Потому что их нужно регулировать. Они, получается, относительно хэтов слишком тихими. Вот я это только что сделал. Получается, этот мы скидываем на вот этот 16-й канал. Ага. Вот неудобно. То, что в пиано ролле, почему мне нравится прописывать. Потому что я могу сделать плавающую стерео базу. Вот эту всю фигню. А тут это сложно сделать. Гораздо сложнее. Можем сделать такую штуку. Смотрите, берем панораму. Жмем правой кнопкой мышки. Жмем Create Automation Clip. Создается клип автоматизации на всю площадь. И сейчас давайте сделаем элофо сюда, на него. Вот. Два раза нажимаем элофо. Такую там. Вот. Да. Вот. Уже гуляющий получается. Уже хорошо. Вот с этого сэмпла мы отсюда ревер убираем. И накинем сейчас свой ревер. Так. Сэмпл стерео. Это нет. Стереорасширение мы его сделали. Так что вот это мы убираем. Сейчас мы сделаем ему ревер и стереорасширение свое. Мой любимый пресет. А если еще опустить немножко? О! Оно! Давайте ударные все соберем в групповой канал. И басец туда же. Смотрите. Мы сейчас добавим басца. Во-первых, нужно баса немножко обработать. А именно вейв шейпер. Озон и майнджер. Сейчас покажу, как его я иногда... Очень редко я так делаю. Но берем вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Потом вот это убавляем. Кроссовер двигаем примерно на 200. Тут я понимаю, нормальная музыка. А не то, что эти ваши всякие. У нас сейчас будет довольно сложный роутинг. Смотрите. У нас отдельно будет канал кик с басом. И отдельно канал всех ударных. А потом общий канал со всем. На этот канал общий со всеми ударными. Мы сейчас повесим немножко сосиски. Сосиски. И так звук получился супер широким. Теперь нам нужен канал отдельных инструментов. На него повесим центр стерео. Как я это буду монтировать? Скажи мне, Стас, из будущего, который это смотрит. Как ты дошел до этого места, если ты монтируешь это? Ладно. Берем центр стерео. Лоу-центр, хай-сайд, панч-центр. Как-то так. Вот так делаем. Кик получился какой-то ватный. Такой фео-фео. Нет, все-таки 100% нужно что-то добавить. Потому что без кика, ну никак. Итого. Вот, а хорошо. И бас нужно поменять, потому что этот все-таки совсем какой-то дурной. Итак, я так увлек с этим бетом, что у меня начало заканчиваться место на флешке, но благо аккумулятор сел раньше. И, в общем-то, я сделал вот такую структуру. От того, на чем мы с вами остановились, она отличается очень слабо. В основном, отличие в том, что я добавил паттерн баса. Нет, вот этот. Этот бас, который я вам уже давал в одном из видеоуроков, этот пресет для серома. И сделал вот такую структуру. То есть, еще у нас есть gross beat на хоре. И gross beat во вступлении вот на этих звуках. И все. То есть, и потом еще я не мог не добавить просто вот этот сэмпл. Вот он так звучит. Жорка, а ты что, кури что ли? Вот, и накинуть, естественно, на него автотюн. Автотюн с вот такими вот настроечками. То есть, все совсем простенько. Ничего интересного. Ну и все. И получается, что получился вот такой бит. У нас два баса. Немножко gross beat'а. Из того, что не было прислано вами, я использовал kick, 808 бас и pad bass. Все. Все остальное на 100% из тех имейлов, которые я показывал вам вначале. Давайте послушаем, что получилось. Жорка, а ты что, кури что ли? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.